Привет, друзья! Это Егоров и Медиасандали. Сейчас разберем трансферы в МФЛ. Ну и, конечно, на главной теме остановимся. А именно, почему Кутуз говорил, что будет играть либо за Дротов, либо не будет играть ни за кого, но сам оказался в футбольном клубе 10. Ну а другие темы дня таковы. Почему Кинг, Бирюк и Комис вроде бы уже в Тудротс? Почему Глушаков и Глушков вроде бы в Броуках или не в Броуках? Ну и, конечно же, обсудим, как можно совместить в одной команде Дьяко, Тигу, Маврина и многих других ребят с характером. Но прежде чем начать рассказывать обо всем этом, хочу напомнить, что в ставке лучше всего состоялся трансфер Кутуза в Тудротс. Итак, перед МКС Кутуз действительно говорил о том, что на этом турнире сыграет либо за Тудротс, либо ни за кого. Ты знаешь, я никуда не пойду. Но прямо перед сезоном Кутуз переобулся. Я долго думал, и вы сами прекрасно понимаете, такой большой турнир. Для меня будет большой потери на нем не участвовать. И сейчас идет последняя стадия переговоров. Скорее всего, я заявлюсь за другую команду. Как же так? Почему Кутуз с Дротами не договорились? Что же произошло? Ответ, на мой взгляд, прост. Переходя из Тудротс в Титан, Кутуз говорил, что дело не в деньгах, а в возможностях новом уровне продакшена и контента, который даст ему Титан. Единственная моя сейчас задача, это развиваться медийно. Мало кто об этом подумал, но тем самым Кутуз принизил возможности Дротов. Что могло не понравиться некий той Жеке. Конечно, многие посмеются, сказав, что как можно развиться в Титане, а не в Тудротс. Но время покажет. Кутуз сразу же получил логичные санкции. Если игроки Тудротс теперь уже шли сниматься к нему на канал, то должны были заплатить 30 тысяч рублей за одну персону. Ну я правильно понимаю, что вы сделали X3 для игроков Тудротс, если они хотят пойти, ну если Кутуз их зовет к себе? Где-то так. Ну а если таких персоны 3 или 4 на один челлендж, то сами посчитайте. Это уже за сотку. Жесткие санкции. Безусловно. Зачем игроки Тудротс, если там и так все есть? И действительно, без Тудротс просмотры Кутуза рухнули в 4, а то и в 5 раз. И это еще не предел падения. Кутуз пока откровенно еще не готов для каких-то больших свершений. Впрочем, с иной стороны, без Кутуза Тудротс тоже валится. 3 проигрыша в групповом этапе. Когда такое было? 3 поражения 6 матчей. И даже не важно, что первое место занято. И вроде бы вот он. МКС и точка соприкосновения, где одни могли закрыть плюс-минус проблемную позицию лучшего нападающего медийного футбола. Ну а другой мог бы получить свои блага и вернуть какую-то часть популярности. Однако. Я не буду просить там ни деньги, ни премиали. Просто окунуться еще с этого портфеля с удовольствием. Однако Дроты, наверное, самые ушлые товарищи медиафутболе. Ну или знающие себе цену. Наверное, это будет прикольная история, но надо договориться с Дмитрием Викторовичем. Итак, почему же все не получилось? Ну, на мой взгляд, Кутузе действительно были нужны не деньги. Ну как не деньги? Он хотел вернуться так, чтобы санкции на съемки с игроками Тудротс были сняты. Ну я правильно понимаю, что вы сделали Х3? Где-то так. Смотрите, простая арифметика. За время МКС можно снять хоть 20 роликов, в которых будут принимать участие 3 или 4 футболиста Тудротс. И экономия здесь получается около миллиона рублей. Только подумайте об этом. Хитрый парень Кутуз. Ну, я думаю, так и было. Не, ну они же начали там санкции, не санкции. Я что? Ну я буду выше этого. Если Дрот скажет, я хочу за Дрот. Подскажу, ну иди. Однако Дроты, скорее всего, логично ответили. Сережа, если ты хочешь пользоваться всеми благами футбольного клуба Тудротс, то возвращайся не сейчас на МКС, но и потом, после МФЛ, в нашу команду. И все опять будет хорошо. Но из Титана же тоже так просто не уходят. Ну опять же, чтобы они сделали пользу какую-то для игрока. Если просто бесплатно там поиграть и ничего не получить. Ну, я думаю, мои пацаны тоже не дураки. Ну и вот что получается. С одной стороны Зуев с его отличной зарплатой и какими-то там еще возможностями. С другой стороны Дроты. И нужно уйти от Зуева. Не хочется это все терять. И, видимо, Сережа взвесил эту сторону. А потом подумал, точнее поговорил с Азаматом Мусагалиевым из футбольного клуба 10. И понял, что там и деньги, в принципе, могут доплатить. Ну и посниматься с ребятами, которые очень популярны. Ну, тот же Азамат и весь этот продакшн футбольного клуба 10. И, пожалуйста, вот он в десятке. Погнался не за двумя зайцами, а взял себе вот такой вот куш. Впрочем, единственный минус. Мне кажется, что после вот этого трансфера и после обещаний Кутуза и после его перехода из Тудроц Титан, вот этот планк лояльности к нему постепенно начинает падать. Об этом стоит подумать. Я много где говорил, что на этом турнире я буду играть только лишь за Тудроц, либо не играть. Конкуренция подъехала? Конкуренция, может, это связка. Остановлюсь я на этой теме в своем телеграм-канале. Идим спорт обязательно. Друзья, подписывайтесь. Ну, а теперь к Тудроц переходим. Не будем брать трансфер Монтадора из Файтнайтс. Поговорим о трех людях. Кинг из дружины, а также Комис и Бирюк из Титана. Итак, первое. По моим данным, Кинга в Тудроц не будет 100%. Ну, вот просто не будет и все. Вот 100%, что Кинга в Тудроц не будет. Остается Комис и Бирюк. Какая логика? Логика простейшая и идеальнейшая. Все мы слышали, что Дмитрий Кузнецов, да и сами руководители Тудроц говорили о том, что команда не будет играть на МКС основным составом, что, мол, они будут именно основу использовать в МФЛ, и там у них основная задача победить. Ну, МКС тогда для нас не будет приоритета. Для меня он неинтересен. Для меня будет он просто как подготовка. То есть на нем будет играть второй состав? Да. Ну, а как ты можешь сделать так, чтобы на вот этом другом турнире, где вроде ты не хочешь задействовать нынешних игроков в основе, также сыграть на победу? У нас есть команда. То есть второй состав это скорее для зрителей, это для тех людей, которые там не выходят в основе. Все очень просто. Нужно не просто взять игроков из других команд, но чтобы они были нейтральными, медийными, сильными и желательно понимающими друг друга. И здесь идеальный мэч, потому что блок, комис, берюк, они могут сыграть в любой абсолютно команде, хоть мира, и будут понимать друг друга. Они держат хороший уровень, они медийные или нейтральные. Ну и учитывая, сколько Тудрос денег за МКС получил, на них лишних 50 или 100 тысяч рублей не жалко. Зато ты получаешь сразу качество. Так что трансфер абсолютно оправданный, когда ты располагаешь возможностями и финансами, когда тебе стоит вот так вот, в принципе, щелкнуть, и игрок тебе перейдет. Вот. Абсолютно логичный шаг. Может, это связка с будущим ОФЛ, да? Но вы скажете, Егоров, насчет комис, за вас, за Броков играл сильный футболист. Почему вы его не взяли, не ведете переговоры со всеми этими ребятами, которые прославлены в медийном футболе? А потому что у нас стратегия, ребят, другая в Броках-то нынче. Ну и зачем, условно, тебе комис, если у тебя есть табрик, если у тебя есть шиша, если у тебя есть гилья, если у тебя есть салам, если у тебя есть мазур? Тебе куда комиса ставить? Это, во-первых. Во-вторых, за комиса и за Бирюка, скорее всего, надо очень-очень хорошо платить. Ну и, в-третьих, надеяться, что вчера они не сыграли в ЛФЛ, АФЛ, КФЛ и десятках других турниров. Потому что иногда, когда они могут сыграть, матч не удается. Так не удался, например, у Броков четвертьфинал с футбольным клубом «Деньги», когда несколько человек было явно подуставшими. Трансферная компания у Брокова другая. Берутся добряки, причем не самые известные в медийном пространстве, и укрепляются конкретные позиции, которые нужны. Как вы все помните, ушел из Броков Аслан Секоев, и на его место появляется Владислав Кондратюк, который выступал за Красаву, который играл в команде «ФНЛ-2». Кстати, Красава считается у нас медийным клубом, и медийные ли футболисты, которые там были? Ну, наверное, нет, это логично. Другой добряк Александр Новик, футболист дружины, игрок обороны, выступал в высшей лиге Беларуси, а сейчас играет за футбольный клуб «Зов». Сами понимаете, каким логотипом. С Александром это будет аренда на период МКС. Ну и, кстати, в Броке перейдет еще один футболист из дружины. Об этом завтра. И еще два возможных трансфера в Броках, скажем так, в какой-то степени пят трансфера. Ну, конечно, это первый Никита Глушков, все помнят его уникальные финты матча «Студрот» с прошлого года. К сожалению, Енисей не вышел в российскую премьер-лигу, и Никита возвращается сейчас домой. И, надеемся, сыграет за нашу команду. В первую очередь, конечно же, на МКС. Готов сесть, рассмотреть, что, как. Ну и Денис Глушаков. Примерно та же история. У Дениса есть несколько плюсов, если говорить о Броках. Он давно не играл, играть ему хочется. У нас команда играет более-менее низом и в нормальный, понятный футбол. У нас хороший тренировочный процесс. И ему, я думаю, важно, если он хочет еще продолжать играть в футбол, подойти в нормальном состоянии к новому сезону. И, в принципе, ему из дома совсем близко до стадиона в Одинцове. Ну, единственная проблема, если кто-то даст больше денег, чем Броки. Потому что Броки могут дать Денису Глушакову примерно такую же сумму, как любому другому футболисту нашей команды, не преувеличивая, не раздувая бюджет. Таковы наши принципы. Если Денису они подходят, велкам. Если нет, то он вполне может оказаться в любой команде. Тем более, я так понимаю, что заявочный список продлили на сутки. Только десятый чемпионат заканчивается, если стыки, а так третьего заканчивается. Ну, и на сладенькое футбольный клуб «Деньги». И их супер-трансферная компания с Вашакидзе, с Тигой, с Логашом, с Дьяком и с Василием Маврином. Вроде бы смотрится интересно. В первую очередь медийно. Да, и по футбольному очень много титулованных людей там. Но лично я могу увидеть единственную, единственную, повторюсь, я здесь не хочу выступать критиканом. Единственная проблема. Проблема заключается в том, что Тигиев и Логашов достаточно часто пропускают матчи. Василий Маврин вообще собирается уехать буквально там на вторую, на третью неделю. По-моему, на третью неделю МКС. И Вашакидзе, ну, не тот самый форвард, который решает сейчас в каждой встрече. Тем не менее, у «Денег» и так достаточно сильный состав. И как вот эти трансферы, как могут нести положительный баланс, так могут и вообще все заруинить. Потому что сейчас вроде выстроилась какая-то команда. И все эти связи, все эти лидеры, ну, они уйдут, конечно же, на второй план. По сравнению с теми ребятами, которые только в команде появились. А мы помним, что вот эта предыдущая команда без дяков и Тиг без Логашей, Мавриных и Вашакидзе победила 5-1 Тудроц. Так что здесь вопрос. Может, стоило сделать ставку на то, что наконец-то начало работать? Но это уже вопросы к футбольному клубу деньги. По остальным трансферам и клубам особенно сказать нечего. Поэтому о других темах в следующий день. Это был Егоров, Медиасандали. Всем пока.